МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Фридом время информационных итогов дня. Сегодня среди главных тем выпуска такие. Украина остается в центре внимания на экономическом форуме в Давосе. Итог третьего дня встречи. Россия не победит в войне, а Украина получит максимальную поддержку. Кто и чем готов помочь? Российская армия снова атаковала Одессу и Харьков. Цели захватчиков неизменны. Жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура. Десятки человек пострадали, сотни эвакуированы из опасных районов. Тысячи людей вышли на митинг в республике Башкортостан из-за приговора местному активисту. Между демонстрантами и силовиками вспыхнули столкновения. В ход пошел слезоточивый газ и шумовые гранаты. Есть пострадавшие и задержанные. Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, даже несмотря на позицию Венгрии. Евросоюз планирует лишить Будапешт права вета и предоставит обещанную Киеву финансовую помощь. Добрый вечер. Далее обо всем подробно. Германия выделит Украине в этом году более 7 миллиардов евро военной помощи. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Также Шольц отметил, что Берлин и Вашингтон едины в своем желании продолжать оказывать Киеву финансовую и гуманитарную поддержку. Кроме этого, Германия отчиталась о последнем пакете военной помощи, который уже направила в Украину. В него вошли боевые машины пехоты, бронетранспортеры, грузовики, беспилотники и боеприпасы для танков «Леопард». Не прекращает оказывать военную поддержку и Франция, которая передаст Украине 40 ракет дальнего радиуса действия «Скальп» и несколько сотен бомб. Поставки состоятся в ближайшие недели, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Кроме этого, он анонсировал свой визит в Украину. Лидер Франции в феврале прибудет в Киев, чтобы завершить работу над двухсторонним соглашением о гарантиях безопасности и подписать соответствующий документ. По словам Макрона, это поможет удержать Россию от возможной агрессии в будущем. Мы уже нарастили производство в военной сфере, чтобы иметь возможность поставлять нашим украинским партнерам гораздо больше техники, включая такое необходимое вооружение, как самоходные артиллерийские установки «Цезарь». Таким образом, мы собираемся помочь Украине в ее оборонных нуждах, в частности, в защите ее неба. Я сам в феврале поеду в Украину и доработаю все эти соглашения. Украина – главная тема на повестке дня Всемирного экономического форума. Сегодня в Давосе акцентировали внимание на военной и финансовой поддержке Киева, поставках истребителей F-16 и необходимости конфискации российских замороженных активов в пользу Украины. Подробнее далее в сюжете. Украина не по зубам России. Она стала стратегическим провалом для Путина. Об этом заявил государственный секретарь США на панельной дискуссии в Давосе. Путин во многих отношениях ускорил практически все, что он пытался предотвратить. Теперь Россия слабее в военном отношении, экономически и дипломатически слабее. А Европа разорвала энергетическую зависимость от России. Украинцы сейчас более сплочены, чем когда-либо. Альянс НАТО сильнее, он больше, и в ближайшие недели он еще больше расширится. Путин уже потерпел неудачу в том, что он намеревался сделать. Он хотел стереть Украину с карты мира, ликвидировать ее независимость, присоединить ее к России. Это не удалось и не удастся. Несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС, президент страны на панельной дискуссии заявила, Россия не может и не должна выиграть свою агрессивную войну против Украины. Поэтому поддержка Киева должна продолжаться. И мы должны все время четко давать понять, кто является агрессором и в какую страну вторглось другое государство. И мы также должны четко давать понять, что этим актом Россия перешла Рубикон. Мы должны четко давать понять, что агрессия – это не путь, что агрессия не сработает. Об усилении поддержки Украины говорил и президент Польши. Украинцы уже два года останавливают волны полномасштабного российского наступления. Они отражают эти атаки и возвращают оккупированные территории. Это демонстрирует, с одной стороны, невероятную решимость и героизм защитников Украины и огромную волю к выживанию всей нации. Мы призываем международное сообщество помогать Украине и поддерживать Украину. В 2022 году мы освободили 50% территории, которая ранее была оккупирована Россией. В 2023 году мы вытеснили российский Черноморский флот из наших территориальных вод. И это позволило нам восстановить зерновой коридор. И в 2024 году, конечно, приоритет – сбросить Россию с неба. Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война. А для этого потребуется обеспечить Украину самолетами. Что в процессе? F-16, ракетами большой дальности, беспилотниками. Украина значительно нарастила производство дронов и, конечно же, средств радиоэлектронной борьбы. Так что, если все это будет, мы продолжим побеждать и будем продолжать освобождать. Также нужно использовать замороженные российские активы уже сейчас. Не нужно ждать окончания войны и юридической волокиты. Об этом заявил глава британского МИДа. Есть юридические и моральные аргументы. Юристы дадут свои советы относительно правильного пути. Это можно сделать. Возрастает юридическая поддержка идеи о том, что существует способ использования этих ресурсов. Я думаю, что морально все достаточно просто. В конце концов, России придется заплатить репарации за свое незаконное вторжение. Так почему бы не потратить часть этих денег сейчас? А президент Украины на пресс-конференции в Давосе напомнил, что Северная Корея поставила в Россию миллион боеприпасов. Владимир Зеленский отметил, что Россия и КНДР перешли красные линии в тот момент, когда эти ракеты были использованы против мирного населения. Передача более одного миллиона боеприпасов – это был первый шаг. Артиллерия – это о войне на поле боя. Но есть и второй шаг. Это уже красные линии. Потому что это ракеты. У нас была северокорейская ракета, летевшая на гражданских. И гражданские люди погибли. Это было не на поле боя, не на фронте. Это было направлено против гражданских. Украина остается главной темой на повестке дня Всемирного экономического форума. В Давосе собрались политики, бизнесмены и общественные деятели из более чем 100 стран мира. Форум продлится до 19 января. Российские оккупанты пытаются использовать любое прекращение огня на фронте для улучшения своих позиций. Однако ВСУ не стоят в глухой обороне и не бездействуют, а проводят контрнаступательные операции. Об этом на брифинге в швейцарском Давосе заявил представитель главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий. Его слова подтверждают в генштабе ВСУ. Подробности далее в нашем сюжете. По данным генерального штаба ВСУ, на фронте за сутки произошло 71 боевое столкновение. Российские оккупанты безуспешно пытались атаковать при помощи авиации почти вдоль всей линии фронта. На Купинском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском направлениях. Традиционно больше всего атак, более 20, украинские воины отбили на Авдеевском направлении. Здесь российские оккупанты, которые пытались улучшить свое тактическое положение, также были отброшены украинскими военными. Сегодня враг пытается продвинуться на 100, на 200-300 метров, но есть и те локации, где в ходе контрнаступательных действий украинских вооруженных сил врага удается отбрасывать на те позиции, с которых он стартовал. Например, и возле Работина в том числе. Но ситуация, еще раз скажу, остается очень сложной. Мы реалисты, мы прекрасно должны понимать, что ситуация очень непростая. Поэтому активная оборона, уничтожение, изматывание врага, уничтожение его ресурса, личного состава, боевой техники – это то, что позволит сегодня, самое главное, удержать ситуацию. Группа российских оккупантов, которая пыталась накануне штурмовать украинские позиции на Авдеевском направлении, была быстро уничтожена. Как рассказали военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Украины, они разбили противника минометным огнем. Основными целями для наших подразделений являются контрбатарейная борьба. То есть артиллерия противника или минометные средства, или противотанковые пушки. Такая же, как у нас самоходная артиллерия. Танки на позициях. Также часто бывает пехота, которая выдвигается на ротацию на позициях. За последние несколько суток противник пытался совершить наступательные действия на наше подразделение, но они были безрезультатными. Российским военным вряд ли удастся достичь успеха в районе Авдеевки в ближайшее время. Так считают аналитики разведки Минобороны Великобритании. В своем отчете, опубликованном накануне, они заявили, что в попытках захватить город российская армия достигла очень ограниченных территориальных успехов. При этом россиянам пришлось заплатить значительную цену в материальном и человеческом планах. Захват Авдеевки, окружение этого города, оно ложится в политической плоскости. То есть это политическая цель. В это политическое руководство Российской Федерации. И, соответственно, в этом заключается плохая новость. Если мы вспомним ситуацию на 10 октября, когда начиналось это наступление, там ставилось задачу буквально за неделю. Как сообщили в генштабе ВСУ, за сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники по пункту управления и зенитно-ракетным комплексом противника. Подразделения ракетных войск уничтожили две радиолокационные станции, средства противовоздушной обороны россиян, а также склад боеприпасов противника. Кроме того, проводятся диверсии в самой России. Там продолжается рельсовая война. Как сообщили в Главном управлении разведки, Министерство обороны Украины, в районах Саратова, Ярославля, Дзержинска, Нижегородской области, Российской Федерации, партизаны подожгли релейные шкафы на железной дороге. Только за последние сутки силы обороны Украины ликвидировали 730 российских оккупантов. Также, по данным Генштаба ВСУ, было уничтожено 13 танков, 14 боевых бронированных машин, 10 артсистем и 3 РСЗО. Кроме того, российские войска лишились около 30 единиц автомобильной и специальной техники. Тема войны России в Украине будет одной из приоритетных на следующем саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в Соединенных Штатах в июле. Об этом на заседании Военного комитета Альянса в Брюсселе заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанны. Он отметил, что на встрече в Вашингтоне также обсудят усиление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной. Первое заседание Совета НАТО Украина в формате начальников генеральных штабов это еще одно свидетельство нашей постоянной поддержки украинцев. Ведь сейчас они также борются вместе с нами. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру. К трансформации боевых сил и средств НАТО призвал и представитель Военного комитета Альянса Роб Бауэр. Адмирал подчеркнул, что наступила новая эпоха коллективной обороны и необходимо сосредоточиться на ее эффективности. В военном плане нужно сделать еще много шагов, чтобы достичь того, чего мы хотим. Достичь для нашей коллективной обороны. Однако ответственность за свободу лежит не только на тех, кто в погонах. Чтобы укрепить нашу коллективную защиту и одновременно поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен общественный подход. Необходимо, чтобы государственные и частные субъекты изменили свое мышление. Перейдя от эпохи, когда все было запланировано и предсказуемо, к эпохе, когда все может произойти в любое время и в которой мы должны помнить о неожиданностях. Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Под атаку попал гражданский автомобиль. Как сообщили в областной военной администрации, от полученных ран погиб 65-летний водитель. Также повреждены здания и дорога. Ночью Россия атаковала юг Украины ударными беспилотниками. Вследствие попадания обломков в Одессе повреждены несколько многоквартирных домов и гражданская инфраструктура. Три человека госпитализированы, еще 130 эвакуировали спасатели. Ближе к утру российская армия ударила по региону ракетами «Оникс». Целью оказались сельхозпредприятия Одесской области. После того, как противник ударил по Одессе ночной дроновой атакой почти перед рассветом, используя тактическую хитрость. С активностью тактической авиации был совершен удар с территории временно оккупированного Крыма с использованием берегового комплекса «Бастион» и ракетами «Оникс». Удар был нанесен по Одесскому и Белгород-Днестровскому району. Атаковали россияне и Харьковский регион. Сбросили авиабомбу на сельсовет в Малом Бурлуке. Там есть пострадавшие. Дважды армия РФ ударила по областному центру. 17 человек ранены. Частично разрушены 25 зданий, в том числе больница. Ракетная атака пришлась на исторический центр Харькова, где в мирное время проводили туристические экскурсии. Последствия российского террора видела Наталья Белокудря. Вечером 16 января российская армия снова атаковала Харьков ракетами. Удар нанесли по центру города. Одно падение зафиксировали на дороге. Вторым задело трехэтажное здание. На месте обстрела сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям тушили пожар в помещении частного медучреждения. С первым этажом. Медики оказали помощь 17 пострадавшим. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое. Лариса и Александра с казачьей Лопани уже почти два года живут и работают в Харькове. Накануне атаки женщина собрала документы на случай ЧП. Нас накрыло потолком, стекла посыпались, дым, свист. Я кричу, Саша, укрывайся, сейчас будет второй. Второй прогремел, еще сильнее. Начали вылазить с-под потолка. Его сильно накрыло, меня трохи меньше. Как-то вылезли, не знаю. Я позавчера собрала сумку с документами, повесила на выходе в коридору. Гэпнуло так, что в глазах потемнело, а потом начали вылезать потихоньку, собираться. Вещи нашли какие-то, чтобы хоть надеть можно было. Марина с двумя детьми и мужем живет в доме, который расположен рядом с эпицентром взрыва. В момент удара их дома не было. Когда приехали, оказалось, все окна выбиты, а дверь заблокирована. Ну и знаете, как говорят, какая-то военная. Где здесь военная? Где больница, там кафе. Еще одна детская больница, прямо возле этого дома, детская такая, мини-поликлиника. Соседка Марины Елена, говорит, осталась жива благодаря стенам перекрытия. Дому больше ста лет, но он выдержал взрывную волну. Выбиты только стекла. Увидела, заходит огонь в окно. Мы спрятались, упали и пошел взрыв. Вот это вот окна, это все наше. Убирать территорию на месте ракетного удара коммунальные службы Харькова начали еще накануне вечером. Утром бригады сосредоточились на укреплении поврежденных зданий и занялись ликвидацией аварии на водогоне. Вообще отрывая обхит. Еще продолжается обход, дефектовка, скажем так, домов. Но пока это 15 объектов коммунальной собственности, то есть жилых дома и коммерческой, ведомственной, более 10. То есть всего более 25 объектов. В целом по объектам коммунальной собственности, по контурам, по окнам, это более 500 окон плюс. С места удара были эвакуированы 30 человек. Тем, кому было необходимо, предоставили временное жилье. Криминалисты всю ночь собирали осколки российских баллистических ракет. Рассказали в полиции Харьковской области. За предварительными данными выбухотехники. По предварительным данным взрывотехников, обстрелы были осуществлены из ракетной установки С-300. Сегодня продолжается дополнительный осмотр места происшествия. Работают следователи, оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, чтобы собрать дополнительные вещественные доказательства, совершенного россиянами очередного военного преступления. Из-за атак по Харькову возобновившихся после недельного затишья, полиция просит жителей города и области не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге и по возможности ограничить передвижение по улицам с наступлением темноты. Посол США Бриджит Бринг после последних обстрелов России, Одессы и Харькова призвала не допустить ослабления поддержки Украины. В соцсети Икс она написала, что Кремль ежедневно атакует мирные города и гражданскую инфраструктуру. А также процитировала госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкина, который сказал, что если эти атаки сойдут Путину с рук, то он не остановится на Украине. На деоккупированных территориях Харьковского региона правоохранители обнаружили 28 пыточных. На сегодня это самое большое количество застенков по всей стране, сообщили в областном следовательном управлении нацполиции Украины. И добавили, что еще три пыточные не внесены в реестр, поскольку расположены в населенных пунктах, которые интенсивно обстреливают российские оккупанты. Самой крупной остается пыточная в Купянске. Там российские оккупанты били пленников палками и трубами, электрическим током, жгли на теле пластмассу и применяли другие пытки. Следователи уже установили почти 230 пострадавших. Им продолжают оказывать необходимую помощь. Более 40 стран уже присоединились к созданию спецтрибунала для России. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, только за последний год участников инициативы стало вдвое больше. Также генпрокурор подчеркнул, поддержка Украины сейчас сильна, как никогда, и позволит победить не только на поле боя, но и в судах. В Ростовской области России горел шахтинский полиэфирный завод. До начала пожара очевидцы слышали взрыв, сообщают местные паблики. По данным издания «Настоящее время» возгорание возникло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Вследствие пожара пострадали 10 человек. Шестерых с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализировали. Еще четверым пострадавшим помощь оказали на месте. Десятки задержанных и минимум двое травмированных. Один из самых масштабных протестов с начала вторжения России в Украину прошел в Башкортостане. По разным данным, от трех до десяти тысяч человек пришли к зданию суда в день вынесения приговора местному экоактивисту Фаилю Алсынову. Между протестующими и сотрудниками спецназа начались столкновения. Силовики разогоняли людей слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Детальнее о протесте смотрите в материале моих коллег. Город Баймак, минус 20 градусов на улице. Тысячи людей собрались против вынесения приговора Фаилю Алсынову. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду. Я свое имя не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поэтому, ваше увидимся. Люди требовали отпустить Алсынова. Когда активиста посадили в автозак, между полицейскими и протестующими произошли столкновения. Стало известно, что в Баймак прибыло 15 автобусов МВД и Росгвардии. Спецназ с помощью щитов и дубинок оттеснял людей. Демонстранты забросали их шапками и снегом со льдом. В свою очередь силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пишет телеграм-канал СОТО. За ним тянется шлейф не каких-то там черных дел, а шлейф очень добрых и хороших дел. Поэтому весь народ практически Башкортостан его знает, любит и поддерживает. Именно поэтому столько народу вышло за него, потому что люди видят, что несправедливость, видят, что глава республики лично преследует Фаиля Алсынова. Алсынова приговорили к четырем годам колонии. В то же время он уже заявил, что обжалует это решение. Сторонники активиста также объявили всеобщую кампанию за его освобождение. Призывают бойкотировать московские партии, уходить с госслужбы, а также возвращаться с так называемой СВО. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Акция под зданием Баймакского суда закончилась. По информации издания телеграм-канал СОТА, задержаны несколько десятков протестующих. Есть и травмированные. Также телеграм-канал Куштау Байрам сообщает, что одному из митингующих вручили повестку и отвезли в ФСБ. Это будет кажущееся спокойствие. Население все свои обиды запомнит и в какой-то момент самый неподходящий для властей их предъявит. Поскольку глава республики Хабиров воспринимается как рука Москвы, негатив, направленный сейчас против него, будет приобретать все более антимосковский и антипутинский характер. По своему потенциалу это этнонационалистический и сепаратистский протест. Когда-то именно такой развалил СССР. Аббас Галямов, российский политтехнолог, из публикации телеграм-канала, можем объяснить. Фаиль Алсынов выступал против добычи золота в регионе в 2023-м. Он негативно высказался о работе мигранта в шахтах, за что против него и открыли уголовное дело. Выступая на митинге, Алсынов заявил, что пока башкиры воюют в Украине, на родине отбирают их земли. В российском Новосибирске прорвало трубу с кипятком. Пар поднялся выше семиэтажных домов. Местные паблики пишут о двух пострадавших. Они получили ожоги. А вот во Владимире прорвало канализацию в школе. Нечистоты полились прямо по коридорам учебного заведения. Напомню ранее, издание The Moscow Times писало о коллапсе системы ЖКХ почти в половине регионов России. По данным медиа, аварии оставили без тепла. Воды, электричество и газа сотни тысяч жителей РФ как минимум в 43 регионах страны. В то же время, несмотря на критические износы и череду поломок, российские власти планируют радикально сократить расходы на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Согласно бюджету России на следующие три года, финансирование из федеральной казны этой сферы будет урезано более чем вдвое. Проблемы в России и в военной авиации. Жесткую аварийную посадку в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, совершил российский вертолет Ми-8. На его борту было три человека. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Как отмечают очевидцы, вертолет сел прямо на обочине дороги. У боевой машины завален нос, а также сильно поврежден хвост и рулевой винт. Кроме этого, при аварийной посадке были оборваны высоковольтные линии. Как сообщил губернатор региона, из-за инцидента в четырех районах области пропало электричество. И к другим важным темам. В Сеуле встретились главные посланники Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам. Они обсудили напряженную ситуацию вокруг корейского полуострова и недавние пуски КНДР так называемой новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Эти же вопросы, а также военное сотрудничество Северной Кореи и России будут поднимать завтра на трехсторонней встрече представителей Японии, США и Южной Кореи. А уже завтра депутаты Европарламента рассмотрят резолюцию с призывом приостановить право голоса Венгрии в Совете Европы из-за нарушений принципов Европейского Союза. Впрочем, как отметила президент Еврокомиссии Усула фон дер Ляйен, даже несмотря на позицию Будапешта, Украина все равно получит обещанное финансирование. Также глава Еврокомиссии анонсировала начало проверки украинского законодательства для вступления в ЕС. Подробнее расскажет корреспондент «Фридом» в Европе Виталий Сизов. Это один из этапов подготовки к старту переговора во вступлении Украины в Европейский Союз. О старте скрининга сегодня во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Демократические институты Украины выполняют не только наши рекомендации, но и чаяния своего народа. Целая нация показывает нам, как много для них значит Европа. И я горжусь тем, что наш Союз ответил на призыв Украины. Детали этой процедуры подробнее раскрыли на брифинге в Еврокомиссии. Итак, первым шагом сейчас является создание междисциплинарных команд. И работа начнется немедленно. Также Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина получит обещанные ей 50 миллиардов евро финансирования на поддержку экономики и инфраструктуры на следующие 4 года, несмотря на позицию Венгрии. Я уверена, что мы найдем решение 27 голосами и что это возможно. Сегодня в Европарламенте обговаривали особую позицию Венгрии и ее правительства в ключевых для Европейского Союза вопросах и то, как ее можно изменить. Петиция с требованием лишить Венгрию права голоса в Европейском Совете уже набрала более 120 подписей членов Европарламента. Европейский Совет в декабре показал лидерство. Это да, Украине. Да, по предложению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о расширении и началу переговоров с Украиной. Это было историческое решение, которое дает уверенность украинскому народу. Да, вы можете стать частью нашей семьи. Да, с Путиным стоит бороться. Да, Украина должна выиграть войну. Но Европейский Совет также потерпел неудачу, когда речь шла о деньгах, чтобы создать уверенность в нашем долгосрочном финансировании Европейского Союза. И да, сейчас стоит вопрос с Виктором Орбаном и Венгрией. Депутаты считают, что по отношению к Венгрии можно применить седьмой пункт соглашения о Европейском Союзе, который позволяет приостанавливать права некоторых членов, если они систематически нарушают основополагающие нормы Европейского Союза. Еврочиновники давно признали, что у Будапешта есть большие проблемы с соблюдением верховенства права. И из-за этого Еврокомиссия даже замораживала около 30 миллиардов евро финансирования для Венгрии. Громкие имена, важные люди, президенты, канцлеры, премьер-министры. Все они слишком нерешительны, чтобы что-то с этим сделать, включая президента Европейского Совета, который не выполнил то, о чем этот парламент просил уже много лет. А именно сделать шаг вперед по процедуре в соответствии со статьей 7. Чему еще вы позволите случиться? Серьезно, коллеги, время пришло, украинцы гибнут, украинцы борются и за нашу свободу. А за столом Европейского Совета сидит лучший слуга Путина, который блокирует нашу поддержку и доверие к нам на этом решающем этапе. Это шутка, и это очень плохая шутка, особенно когда у государств-членов действительно есть инструменты, чтобы остановить это. На сегодняшний день замороженными остаются около 20 миллиардов евро европейского финансирования для Венгрии. А министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, эта страна сейчас председательствует в Европейском Совете, объявила, что работа над проработкой процедуры выполнения статьи 7 соглашения продолжается. И следующие слушания по вопросу Венгрии состоятся в июне. Наше время выходит не только в телеформате. Выпуски также доступны для просмотра на YouTube-канале Freedom. Кроме этого, вы найдете на странице и другой актуальный контент. Сканируйте код на экранах, переходите по ссылке и добавляйте канал в избранный. На этом у меня все. Я передаю слово своим коллегам Олегу Борисову и Лейли Мамедовой, которые продолжат говорить о важном формате марафона. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин